О, спорт, ты мир. Представители разных стран и народов объединила общая цель – сыграть в футбол и получить удовольствие от красивой игры. Сильный противник – команда администрации Одинцовского округа. Я очень рад, что сегодня какой-то замечательный матч. Пусть победит сильнейший, но самое главное – вы и все мы вместе взяли. Я хочу вам пожелать всем здоровья, хорошего настроения сегодня и хорошего благополучия вам и вашим близким. После торжественной части – время футбола. Матч держал в напряжении до последнего, а болельщики подбадривали спортсменов. Впечатление супер. Стадион шикарный, газон в отличнейшем состоянии. Команда вообще просто супер. Ребята с Дружбы народов тоже молодцы. Играем аккуратно, без травм. Все по классике. Мусульманская диаспора в свою очередь поблагодарила администрацию за возможность провести время с пользой. Результат – команда сплотилась впервые за долгое время. Поступило предложение от администрации города Одинцова, религиозное общение, да, мусульманское сыграть с ними такой товарищеский матч. И мы с удовольствием приняли предложение. И вот сегодня мы здесь, ну, правда, мы чуть переигрываем, но я думаю, мы еще наверстаем, дай бог. А приняли участие, потому что понимали, что администрация города в деле отнимала внимание межрелигиозному, межконфессиональному диалогу. И решили, так скажем, влиться в эту тему. Товарищеский матч приурочили сразу к двум знаменательным датам – Дню города Одинцова и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Такие мероприятия, как спорт, культурные мероприятия, посвященные этой дате, они объединяют наших людей, наших граждан, любого вероисповедания, любой национальности. Администрация Одинцовского округа продолжает активно поддерживать деятельность диаспор. Товарищеский матч – отличный повод в очередной раз собраться вместе. Эта игра футболистам запомнится. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.